добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о свободе мы начали в прошлой программе говорить о ограничении свободы и сегодня я хотел бы поговорить еще об одном поводе самим ограничить собственную свободу дело в том что свобода это не просто вседозволенность свобода в определенной степени это некие рамки которые мы можем двигать по собственному усмотрению и в зависимости от обстоятельств и в зависимости от людей которые нас окружают дело в том что наша свобода не должна ограничивать права или совесть других людей священное писание говорит об этом что когда мы свободны есть мясо когда мы свободны поступать определенным образом но другие люди от этого притыкаются то стоит ограничить эту свободу и апостол павел в этом смысле говорит во век не буду есть мясо то есть никогда не буду делать то что ограничит совесть или свободу другого человека к сожалению это тоже утраченный навык или утраченная добродетель церкви мы очень дорожим своим правом поступать так как мы считаем нужным и на самом деле это право у нас есть никто не может просто ни у кого нет права ни у кого нет силы и возможности нас в этом ограничить даже бог не вмешивается потому что эта свобода как раз им и дарована но вместе с этой свободой нам дана ответственность чтобы используя употребляя эту свободу живя в этой свободе мы не ограничивали других не наносили ущерб их вере и наносили ущерб их интересам и вот здесь очень важно чтобы мы были ну не то чтобы бдительны но мы были внимательны к этому как твои слова как твои поступки как твои решения повлияют на свободу других людей я вспомнил один забавный случай я был в гостях у одного служителя и мы сели кушать он выставил на стол бутылку водки и видимо он видел на моем лице что это несколько неприемлемо для меня я был тогда недалеко верующий и он посмотрел на меня и спрашивает ты что притыкаешься я честно признал сказал да ответ был феноменально сказал окей при тебе не буду и я вам так скажу до сегодняшнего дня хотя прошло уже несколько да уже больше десяти лет с тех пор до сих пор слово водка и вот этот брат они у меня как-то ассоциируются вместе и я не могу не слушать его проповеди у меня не получается всерьез воспринимать его слова почему потому что он будучи человеком свободным библии действительно нигде не написано что пить это совершенно нельзя употребил эту свободу ограничив меня и это ограничение действует до сих пор